И вот мы четвертый месяц сидим без света. В общем, коридора нет. Нет. Это вообще ужас. Это безобразие. И звонят, самое главное, мы все сделали. Одни лишь претензии и возмущения. Температура в квартирах жильцов дома Парахова 53 не превышает 14 градусов. В подъездах канализационный запах. Трубы в подвале в аварийном состоянии. И это не считая поддельных документов. Экспертизы не надо, что пишут одной рукой. О вступлении в ТСЖ. Те самые документы. Один почерк, поддельные подписи. Некоторые фамилии и вовсе написаны с ошибкой. 12 января проводили общие собрания жильцов нашего дома. В январе 12 было 132 человека. Никто об этом собрании не знал. Явно его не было. Все, начиная с первого по седьмой подъезд, все везде течет, все везде гнилое. И никакой совершенной реакции. Все пишут в газетах, как у них хорошо, но почему мы, извините, в дерьме плаваем, вот это вот непонятно. Статья на две полосы. Отчет о проделанной работе соседствует с оскорблениями в адрес жителей. С публикацией фигурирует цифра 700 тысяч рублей. Сумму, которую потратили на ремонт, которого нет ни в подъезде, ни в подвальном помещении. Подвалы текут постоянно. Реакции от ТСЖ-4 никакой нет, абсолютно. Звоним секретарю и записала все на этом. И тишина. Жители нашли решение проблемы. Создали свое ТСЖ. Но забрать документы из прежнего не могут. Прошло уже четыре суда, но результата так и не последовало. Решает поехать в администрацию Фрунзенского района на встречу с первым заместителем главы. Для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Мне кажется, решение должно быть очень простым. Людям нужно давать большую самостоятельность. Мы в этом их поддерживаем. Мы всячески стараемся где-то консультациями, где-то участием. Консультируем, приглашаем, оказываем вплоть до того, что юридические услуги по обслужению. Накажут рублем. Специалисты администрации готовы проверить дома, квартиры, составить акт о нарушениях и оштрафовать. Максимум на 50 тысяч. Но проблему это не решит. Но, возможно, заставит руководителя ТСЖ принять какие-то меры.